Здравствуйте, дорогие ученики 9 класса. Сегодня мы с вами берем следующую новую тему. И наша тема это элементы подгруппы берилья кальций. Рассмотрим, где же в периодической таблице Менделеева находятся данные элементы. Это у нас, смотрим, вторая А группа бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий. Ребята, из этих элементов бериллий амфотерный элемент, магний имеет основные свойства, кальций, стронций, барий это щелочно-земельные металлы, а радий – радиоактивный элемент. Теперь познакомимся поближе. На внешнем энергетическом уровне атомов элементов подгруппы бериллия 2С электрона и НС2 – последняя электронная конфигурация, поэтому они и являются С элементами. Отдав эти два электрона, они в своих соединениях будут проявлять положительную степень окисления плюс 2. И здесь же я хочу вам напомнить, что металлы всегда имеют положительную степень окисления. Смотрим дальше. Щелочно-земельные металлы – сильные восстановители, однако восстановительные свойства у них выражены слабее, чем у щелочного металла, расположенного в том же периоде. То есть запоминаем. Основные свойства у щелочных металлов более выражены, чем у щелочно-земельных металлов. Продолжаем, ребята. В ряду, как мы с вами уже этот ряд показывали в периодической таблице Менделеева, бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий. Потенциал ионизации убывает, а металлические свойства возрастают. Вспоминаем, что мы с вами говорили на предыдущих уроках. Сверху вниз в группах металлические свойства правильно увеличиваются. Продолжаем, ребята. Элементы под группой бериллия на воздухе окисляются образы оксида состава РО, которым соответствует гидроксиды формула РОН дважды. Основные свойства этих гидроксидов, а также их растворимость в воде растет от бериллия к радио. Бериллий ОХ дважды, а также оксид бериллия являются амфотерными соединениями. Почему? Потому что бериллий сам также является амфотерным металлом. С водой бериллий не реагирует. Магний реагирует при нагревании, а остальные металлы будут реагировать при обычных условиях. Обязательно указали эти реакции у себя. Бериллий с водой не реагирует. Остальные металлы, если их взять просто за Р, а они все являются двухвалентными, значит можно для них указать одну схему реакции. При этом получаем РОН дважды и выделяется водород. Указали, что магний будет реагировать при нагревании, а щелочно-земельный металл, это кальций, стронций и барий, они реагируют при обычных условиях. Смотрим дальше. Кальций. Открытие. Впервые кальций был получен электролизом расплава его соли и положением в периодической системе, а также строения атома. Рассмотрим. Кальций расположен в четвертом периоде главной подгруппе, то есть вторая А, электронное строение его атома, можно указать 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П6, 4С2. Посчитали. 10 электронов, 10 электронов, значит всего 20 электронов. А это говорит о том, что у кальция порядковый номер 20. Нахождение в природе. Кальций находится в виде соединений. Кальцита, можем посмотреть на рисунки, в виде известняка, мрамора и мела. Далее, ребята, получение. В промышленности кальций получает электролизом расплава хлорида кальция. Вспоминаем, почему же не растворов, а потому что щелочные и щелочные земельные металлы сами вступают в реакцию с водой при обычных условиях. Поэтому в обязательном порядке мы должны брать расплав. И во время электролиза на катоде восстанавливается кальций, а на аноде выделяется хлор. Далее смотрим физические свойства. Кальций серебристо-белого цвета, достаточно твердый, легкий и легкоплавкий металл. Химические свойства кальция. Он может спокойно реагировать с кислородом, с образованием оксида кальция. Также реагируя с хлором, образует хлорид кальция. С водородом реагирует при нагревании, образует гидрид кальция. С серой, с азотом, с фосфором, с углеродом также кальций реагирует при нагревании. При этом с фосфором образуется фосфит кальция, а с углеродом корбит кальция. Указали у себя данные реакции, и мы можем продолжить. Применение кальция используется в производстве свинцово-кальциевых сплавов, применяемых для изготовления подшипников, для восстановления ряда тугоплавких металлов, как титан, цирконий и другие, а также из их оксидов. И определение. Соединение кальция окрашивают пламя в кирпично-красный цвет. Это надо запомнить. И, дорогие ребята, надеюсь, эта тема вам понравилась. Попрошу вам закрепить изученный на странице 29. Желаю вам удачи, всего вам доброго! Здравствуйте, дорогие ребята! Тема сегодняшнего нашего урока – это неклеточные организмы, вирусы. Давайте с вами вспомним, сколько классов вы знаете организмов? Вернее, даже не классов, а сколько царств. Какие царства вы знаете? Это царства растений, животных, бактерий и грибов. Так вот, все организмы из этих царств имеют клеточное строение. А сейчас мы с вами познакомимся с организмами, которые этого клеточного строения не имеют. Но почему же мы тогда их называем организмами? Дело в том, что во время, будем говорить так, на протяженности своей жизни вирусы проявляют иногда свойства живого. И в других случаях они проявляют свойства неживого. Таким способом получается, что вирусы являются нечто среднее между живым и неживым. Вирус с латинского языка переводится как яд. Это вам известно еще из курса младших классов. Если мы посмотрим внимательно, из чего состоит вирус, то мы увидим, что вирус имеет наследственный материал или так называемый геном и оболочку, которая называется капсида от слова капса, что означает ящик. В чем же представлен, каким образом представлен наследственный материал? Это может быть либо ДНК, либо РНК. Ребята, вы помните о том, что ДНК и РНК, нуклеиновые кислоты, присутствовали во всех других клетках, именно в клетках, я уже сказала, они присутствовали вместе. Бывает и ДНК и РНК. Но вот в вирусах бывает или РНК, или ДНК, то есть один вид нуклеиновых кислот. Итак, посмотрите, пожалуйста, что же такое капсида. Капсида – это оболочка, состоящая из белков, и капсида покрывает РНК или ДНК, защищая его, а сверху еще бывает такая своего рода оболочка, состоящая также из белкового материала, образующего различные выросты. Когда вирус находится вне организма, хозяина, вне клеток, то он представляет собой нечто подобное кристаллу. Вот мы с вами можем увидеть, вот такая как бы кристаллическая форма образуется. Отчего же защищает капсида? Капсида, во-первых, защищает от так называемой натуральной радиации. Ребята, мы с вами постоянно сталкиваемся с натуральной радиацией. Что это такое? Это солнечные лучи. Наши солнечные лучи содержат в себе так называемые ультрафиолетовые лучи, которые достаточно губительны для многих вирусов. Благодаря им, например, можно производить даже очень часто проводить лечение больных, но небольшой дозой ультрафиолетового облучения. Но, в общем-то, большое ультрафиолетовое облучение губительны не только для вирусов, но и для всего живого также. Так вот, капсида может защищать вирус от натуральной радиации. Значительные перепады pH. Что такое pH? Это среда, либо кислотная среда, либо щелочная. Может защищать от перепадов температуры. Также капсида способствует тому, что прикрепляется непосредственно вирус к мембране клетки, в которой он будет находиться. Вот перед вами различные вирусы. В настоящее время у нас господствует вирус, так называемый коронавирус. Это вирус гриппа. Вирус гепатита В. Это вирус, который паразитирует в клетках растений. Это вирус табачной мозаики. Именно когда произошло открытие самих вирусов, открыли как раз вот этот вирус табачной мозаики. И есть так называемый вирус, который мы говорим бактериофаг, это вирусы, которые паразитируют непосредственно на бактериях. Таким образом мы делаем с вами вывод, что вирусы могут паразитировать на любых клетках. Это они могут паразитировать и у бактерий, и у грибов, и у растений, и у животных, и у человека в том числе. Сами вирусы не содержат в себе структур, которые могут синтезировать органические вещества. Но зато они используют свою программу, то есть ДНК или РНК, и заставляют другие клетки, клетки хозяина работать на них. Посмотрите внимательно. Вирус внедряется, он не сам чаще всего внедряется, а внедряет свою программу в форме РНК и ДНК. И затем клетка хозяина начинает уже вырабатывать белок по его программе и вырабатывать новые вирусы. Сама клетка в дальнейшем погибает. Давайте сделаем вывод о вирусах. Во-первых, они являются внутриклеточными паразитами. Во-вторых, они не могут размножаться вне клеток, которых они паразитируют. Они используют обмен веществ хозяина, то есть они являются, мы уже сказали, полностью зависимыми от живых клеток. Каким же способом проникают вирусы в наш организм? Есть очень много путей. Первый путь – аэрогенный путь. То есть здесь происходит заражение по воздуху. Аэровоздух. Например, вирус гриппа, который передается легко по воздуху. Может быть, заражение происходить с пищей и водой. И вот я хотела бы вам объяснить, когда мы говорим слова «загрязненная вода», это значит, что в ней имеются вирусы или бактерии. Когда мы говорим «загрязненная пища», ребята, это не всегда означает то, что мы взяли с вами яблоко плохо промытое. Или это не означает, что мы взяли мясо, в котором содержатся, например, яйца каких-то глист. На самом деле эта пища должна быть приготовлена здоровым человеком, потому что вирус, например, гепатита А, передается от человека к человеку. И если, скажем, нам готовили продукты, нам готовили какое-то блюдо человек, который болен этим гепатитом, то это блюдо, эта пища будет, соответственно, заражена этим вирусом. Итак, могут быть передаваться многие вирусы через кровь. Прежде всего, это вирус гепатита В. Вирус гепатита В иногда называют ласковой убийцей. В чем же дело? Дело в том, что человек длительное время не замечает, что он болел. Вирус бешенства, который можно получить во время укуса собаки, у которой также есть этот вирус. И вот посмотрите, я сказала, что заражение происходит через кровь. Значит, во время укуса, если была прокушена кожа и появилась кровь у человека, туда могла попасть слюна, например, зараженной собаки, и возникает это заболевание. И, соответственно, вирус ВИЧ, так называемый вирус иммунодефицита человека, впоследствии от которого появляется так называемый синдром иммунодефицита или сокращенно СПИД. Корь. Что из себя представляет это заболевание? Это заболевание чаще всего ему подвергается дети, но могут болеть и взрослые. Причем взрослые болеют гораздо сложнее. Это заболевание проходит, во-первых, сначала поражается дыхательные пути, потом может поражаться кишечник, но у этого заболевания есть очень большие осложнения после заболевания. То есть это может быть вызвано осложнение с кровеносной системой, сердечно-сосудистой и так далее. Заболевание полиомиелит. Заболевание полиомиелит чаще всего встречается у детей порядка где-то до 5 лет, хотя может быть и более старшем возрасте. Происходит оно следующим образом, попадает вместе с грязными игрушками, то есть через рот. Заболевание начинается непосредственно в кишечнике. Почему? Потому что вирус там размножается. Но, несмотря на то, что он там размножается, поражает он нервную систему и именно спиной мозг. Вот у нас здесь на рисунке хорошо показано, что в какой форме должен быть аксон нейрона, как он выглядит. Он покрыт сверху белой миелиновой оболочкой. И если, например, полиомиелит его поражает, то уже эта миелиновая оболочка разрушается. И в результате у ребенка будет детский спинномозговой паралич. Ребята, паралич – это, мало того, обездвижен ребенок. В частности, это конечности ноги. Но плюс к тому еще длительное время ноги не получают питания. И они формируются. Если там нервы поражены, подходящие к ним, конечности формируются неправильно. Они все бывают искорежены. Бактериофаги. Что же это такое за вирусы? Ну, во-первых, они имеют очень интересную и странную форму. И они поражают бактерии. Они как бы выстреливают в бактерию свою ДНК. И, соответственно, бактерия поражается. Люди взяли на вооружение эти вирусы. То есть, если эти вирусы могут поражать бактерии, то если у нас есть какие-то заболевания, например, такие заболевания с бактериями, связанными с различными стриптококками или стафилококками, мы можем использовать эти вирусы как лекарство. То есть, как лекарственный препарат. И эти вирусы нам в данном случае помогают бороться непосредственно с какими-либо блеснетворными бактериями. И вот, наконец, наш COVID-19. Вирус, который поражает сейчас всю нашу планету. Посмотрите, пожалуйста, у него имеются такие выросты, похожие на корону. Благодаря этому он относится к группе коронавирусов. Для чего же ему нужны эти выросты? Посмотрите внимательно. На клетках наших дыхательных путей имеются особые белки, которые обозначаются АС2. И вот к этим белкам именно прикрепляются непосредственно эти вот ножки короны. И таким образом начинает этот вирус размножаться непосредственно в клетках дыхательных путей. Во-первых, он РНК-содержащий вирус и достаточно агрессивный. В результате этого у человека разрушаются не сами легочные пузырьки чаще всего, а именно бронхи и бронхиолы. Основные способы борьбы с различными вирусами. Ну, во-первых, вакцинация. Второе – это различные энтерфероны. И третье – это химиотерапия. Что же из себя представляет вакцинация и вообще, когда она появилась? Вот метод вакцинации был открыт английским врачом Дженнером в XVIII веке. Дженнер обратил внимание, это был период, когда в Европе свирепствовало такое заболевание, как ОСПА. Тоже вирусное заболевание. От ОСПА люди погибали и погибали в огромном количестве. И лечиться не знали как. Дженнер жил в небольшом городке. Можно назвать это такой сельская даже местность, не сам городок. И он обратил внимание на то, что женщины, которые ухаживают за коровами, доят коров, у них также на руках бывают похожие пузырьки на ОСПА. Но эти женщины не болеют. Он посмотрел внимательно и увидел, что на вымене у коров также бывают такие пузырьки с жидкостью. И вот он сделал следующее. Он взял небольшое количество жидкости из этих пузырьков и ввел его мальчику. Фактически существует такая, ну можно сказать, полулегенда, что этот мальчик, почему именно на ребенке провели этот опыт, этот мальчик остался один, у него погибла вся семья, и вот Дженнер решил его сохранить, спасти. Слово «вакцина», то слово, которое мы применяем почти каждый день, это слово произошло от латинского слова «вакка», что означает «корова». Вот чтобы вы это знали, откуда произошло слово «вакцина». Итак, вакцина обладает прежде всего антигенными веществами. Когда они попадают непосредственно к нам в организм, наш организм начинает вырабатывать против этих вирусов антитела. И он уже подготовлен к тому, что если к нам попадает этот вирус, у нас имеются антитела, то есть мы имеем иммунитет. Химиотерапия. Что же это за метод? Этот метод немножко сложный. Этот метод основан на различных лекарственных препаратах, химических препаратах. Действительно, очень хорошо влияет на вирус, но сложен тем, что вместе с вирусом поражаются те клетки, в которых он находится. И интерфером. Вот как мы говорили о том, что вирусы имеют оболочку капсиду, состоящую из белка. И этот синтез белка происходит непосредственно в клетке хозяина. Так вот, наш организм может вырабатывать так называемые интерфероны, это тоже белки, которые как бы запутывают белки самого вируса. И тем самым препятствуют размножению вируса. Если в организме человека интерферонов не хватает, его организм вырабатывает слабо, то имеются лекарственные препараты, так называемые интерфероны. И вот давайте скажем, что важно знать в наше время. Ребята, коронавирус передается, во-первых, воздушно-капельным путем, и во-вторых, контактным путем. Например, через рукопожатие или, скажем, передается от каких-то предметов, на которых он бывает недолго. Почему мы с вами моем руки часто? Каким образом это нас защищает, ребята? Дело в том, что вот сверху имеется, там, где белок, имеется некоторое количество липидных слоев. Липиды, если вы помните, это жироподобные вещества. А мыло способно эти жироподобные вещества расщеплять. И таким образом вирус от мыла очень легко погибает. Давайте поможем остановить коронавирус. И вот здесь такой совет. Оставайся дома, спасай жизни. Дело в том, что ваши молодые организмы могут очень легко переносить этот коронавирус. Это очень хорошо, конечно. Но может быть человек, у которого прекрасный иммунитет, он сам заболел и не замечает этого, но может передать это тем людям, для которых это опасно. Особенно людям, у которых низкий иммунитет. Либо это более пожилые люди, либо есть какие-то побочные заболевания, например, сахарный диабет, гипертония и так далее. И какие у нас всегда есть советы? Во-первых, одеваем маски. Во-вторых, моем руки. И если вдруг мы кашляем и чихаем, прикрываем рот руками, не просто так рукой, а желательно это сделать локтем, вот таким образом. И если мы вдруг приболели, мы должны обязательно об этом сообщить врачам. Будьте всегда здоровы, ребята. Выучите, пожалуйста, тему неклеточные организмы, вирусы. И выполните задание у себя в тетради. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok